Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала «Политвизия» и телеканала «Медиа-Информ». У меня сегодня в гостях Марк Захарович Фегин. Здравствуйте, Марк Захарович. Рад приветствовать Михаила, приветствую зрителей вашего канала. Марк Захарович, вот вы знаете, я наблюдаю за тем, как Путин проигрывает вот эту войну, которую он развязал с Украиной. Причем, очевидно, что Путин ее проигрывает позорно. Очень-очень большие потери у путинской армии. И, естественно, что не может в этой связи родиться конспирология. У меня родилась одна конспирологическая версия, хочу с вами поделиться. А не вы ли подсказали Владимиру Путину совершить это безумное нападение на Украину? Просто потому, что после этого нападения на Украину очевидно, что Путин перестанет быть президентом, его устранят от власти и пройдут свободные выборы, на которые, вполне возможно, вы выдвинетесь. Вы человек фактурный, у вас в Ютубе уже почти 350 тысяч человек, и вы вполне можете победить. Так что, мне кажется, у вас здесь есть своя корыстная заинтересованность. Как хронично это звучит, но на самом деле мне тоже бы хотелось так думать, что игла в яйце, как я часто шучу, Путин находится именно где-то в районе моего канала в Ютубе. Я думаю, что, конечно, не так. Разумеется, нет у меня никаких планов куда-то выдвигаться. Нам еще до этого надо дожить, надо еще от Путина избавиться. Я никогда далеко так не заглядываю. Ну и не говоря уже о ряде других причин, которые могут не позволить мне претендовать на что-то большее, чем то, что я имел. Я вот, кстати, хорошо себя чувствовал, когда был депутатом Государственной Думы. Вот это была по мне работа, но, правда, я был в Государственной Думе первой и последней свободной, свободно выбранной. Да, в силу там очень многих причин в 1993 году это были, в общем, действительно свободные выборы после распуска и, ну, как принято считать, разгона по указу 1400 Верховного Совета после всем известных событий 1993 года. Да, это были драматические события. Но я бы считал, что в будущей России я бы мог действительно пользу принести в качестве парламентария. Потому что я так немножко соображаю в законах. Все евреи, знаете, расположены в юриспруденции, праву. И я думаю, что это у меня наследственное. Вот, но суть не в этом. Что касается того, что делает Путин, вы понимаете, какая вещь, Михаил? С одной стороны, это отражение его личных особенностей. Он такой человек, что он не может по-другому. То есть, вы заметили, он некомпромиссный, он не может отступиться. Даже видя, что гибнут тысячи людей, солдат, которых ты посылаешь как мясо на убой, он не может развернуть оглобли и сказать, ну, слушайте, давайте как-то найдем компромисс, как-то вот выйдем из этой ситуации. Ну, хоть что-нибудь, какое-то движение. Это люди неспособные на компромисс. Только он подлинный политик, действительно национальный лидер, понимающий, что главным является жизнь людей, а не удовлетворение твоих амбиций, там, сохрани репутацию, еще чего-нибудь. Тем более, что он авторитарный правитель, и он диктатор, и, конечно же, это еще и больше усугубляет эту ситуацию. Вот. И мне кажется, что мы дойдем до точки. Вот то, что вы сказали, что в конечном итоге он потеряет власть, но он ее потеряет не из-за таких, как я все-таки, и не из-за моего YouTube-канала, и даже не из-за Владимира Зеленского. Его угла в яйце — это его окружение. Это те, кто не захотят разделить вместе с ним ответственность за то, что сейчас происходит. Мы же видели сегодняшние лица Шойга и особенно Герасимова. Ведь Герасимов, представляющий Генеральный штаб России, по-видимому, и разные источники об этом свидетельствуют, говорил, что там не будет все так хорошо. Мы не сможем блицкригом завершить эту операцию. И, видимо, действительно представлялись какие-то существенные доводы, чтобы этого не делать. И он не был услышан. Сейчас ситуация вместо того, чтобы так стравливать пар, она, наоборот, этот пар набирает. Потому что если Путин начал играться уже со стратегическими силами, значит, переводя их в статус особо повышенной готовности, боеготовности, он хочет показать, что он, в общем, и не применет воспользоваться ядерными оружиями. Ну, я не знаю, в такой ситуации вообще, говоря, для его военного окружения это должно сыграть, ну, какой-то спусковой механизм. Он говорит, слушайте, мы с безумцем имеем дело. Вообще, ради чего? Для чего? На кого ты хочешь сбросить эти ракеты? На кого? На Запад? На Украину? Вообще он отдупляет последствия того, что он даже говорит, я же не говорю, что он даже применит. Я бы склонен думать, что все-таки этого не произойдет, потому что, ну, за понтом-то ведь ничего нет. Повышай, ставьте, повышай, но иногда кончаются деньги. На что играть? Вот. Это в буквальном, практически, смысле. Завтра начнет происходить с российской экономикой. Там уже очереди в банках. Если, я не знаю, у него есть советники, у него есть правительство, они могут ему объяснить, что если все вкладчики снимут банки из банков, в финансовой системе наступит коллапс, крах. И эти вещи с разных сторон начнут происходить. Если еще они будут усугублены волевым решением Запада об эмбарго, а это может произойти, если вот сегодня ночью они действительно решатся на какой-то дикий штурм Киева с огромным количеством жертв, особенно среди местного населения, мирного населения, то вероятность подобного дальнейших решений очень высока. Повышается кратно. Кратно повышается. И эта ситуация может только усугубить. Поэтому игла в яйце, возможно, это его окружение, которое захочет, я не исключаю, от него избавиться, повесив на него всех собак. Сказать, это не мы, это все он, вот давайте мы его там на заклане отдали тушку и, ради бога, от нас отцепитесь. Я бы не исключал такого кода событий. Разные этому есть свидетельства, потому что, знаете, даже самые, ну такие, я бы сказал, тихие и самые лояльные, типа Михаил Фридман уже заявляет, не-не, я вот во Львове родился, я как бы сын двух народов, и как бы вот вы поймите, мы не очень за войну. Он очень аккуратно выразился в этом сообщении, которое на Financial Times прислал. Он живет в Лонне, где-то в Эскоте, я не знаю, у меня дом какой-то, помните? Ну, конечно, он не хочет возвращаться в эту воюющую Москву, да еще и, так сказать, с невозможностью потом в дальнейшем снова вернуться, будучи под санкциями на этот благословенный запад. То есть, получается, олигархи действительно не хотят этого ничего. Им же хорошо, зачем им война? Ну, у них же все замечательно. Поэтому я думаю, что какая-то фронта, она существует уже, но военным тяжелее это сделать, это главнокомандующие, есть какие-то, в общем, страхи с этим связанные, но я бы исключал, я не считаю, что это нулевая вероятность, я ее не исключал, потому что если ситуация будет углубляться, вот представим себе, Михаил, он скажет, а давайте по Киеву шмальнем ядерный заряд, ну тактическим ядерным оружием, там погибнет, не знаю, полмиллиона человек. Какой идиот может выполнить подобную команду? То есть, там все-таки ступенчатый вот эта система периметра, даже не просто какая-то красная кнопка, она дает команду, она там проходит, ключ на старт, 4 или 5 этапов, говорят, что дублирующие два. Ну что, они будут все выполнять, что Генштаб, РВС, они все бросятся выполнять эту команду о пуске ракеты с ядерной боеголовкой? Я с трудом себе это представляю. Вы знаете, даже в самые худшие годы, как Карибского кризиса и так далее, именно военные говорили, знаешь что, дружок, мало ли чего у тебя там какие намерения ракеты разместить, когда это касалось Никиты Сергеевича. Давай-ка ты это не чуди, вот, давай-ка ты посиди, а мы тут сами военные порешаем, потому что отдублять нужно, к чему это может привести. Вот и все, вот такое мое мнение. Марий Захаревич, вы смотрите, вот сейчас политика Путина привела к тому, что на Западе впервые появился консенсус по поводу санкций. По оценкам Блумбергова, которые я посмотрел перед нашим эфиром, завтра уже рубль будет торговаться, точнее доллар по 120-150 рублей. Да, да, это катастрофа, в принципе это катастрофа. Понятно, что сейчас у Путина нет вообще никаких хороших карт, но, с другой стороны, у Путина единственная возможность, которая есть у Путина, это затягивать процесс, а затяжка процесса, она автоматически сбивает пафос и безусловно работает на Путина. Мой вопрос следующий. Вот смотрите, восемь лет назад, значит, Россия внедрила в сердце Украины эту раковую опухоль Ордло, пыталась ее еще глубже затащить, и фактически мы восемь лет воюем, мы восемь лет в напряжении. Вот как избежать сценария, при котором мы будем еще восемь лет, по сути, воевать в затяжной войне с Россией? Потому что в этом случае это уже будет работать ситуация на России. Вот что сделать, чтобы избежать этого оружия? Вы знаете, Михаил, я с вами не соглашусь. И знаете в чем? Вот вы говорите, ему выгодна затяжка этого процесса и уход в долгую войну с Украиной, вот такую масштабную войну, не просто Ордло там где-то в Донбассе, где есть некий ресурс, там, конечно, там российские вооруженные силы, там, Минобороны, там, абсолютно марионеточный режим, это все понятно, вооружение российские, российские деньги и так далее, а здесь-то масштаб другой. Если там это было, их там нет, то здесь все авторизировано. Мне-то как раз кажется, что для внутреннего употребления ему важно было показать молниеносную операцию как с Крымом, бескровную, быструю, эффективную, получающую результат. Мне-то кажется, он заинтересован скорее наоборот, быстрее решить эту проблему, за то, что перейти как раз в долгоиграющий договорный процесс. Вот это ему выгодно, чтобы никто не гиб, не было погибших, был достигнут политический результат, мы захватили в Киев, мы поставили в Медведчука президентом Украины временным и так далее. Вот такой ему бы гораздо выгоднее было, и чтобы не было сопротивления, чтобы все договорились, ну ладно, мы не воюем, давайте договориться, как мы дальше будем жить. А вот продолжение войны ему не так, чтобы сильно выгодно. Во-первых, а какие у него ресурсы? Он же ведь воюет не просто на локальном участке, где идут позиционные бои, как это было в Ордло 8 лет, на линии разграничений. Здесь гибнут каждый день. Я думаю, это реальная цифра. 3-3,5 тысячи погибших российских военнослужащих. Очень реальная цифра. А почему она нереальная? Уже больше по последним данным. Я уже слышал про 4,5, но будем осторожны. Будем осторожны прочитать. Но если это действительно так, то есть за какие-то 4 неполных дня погибших 3-3,5, даже пусть 4,5 тысячи – это гигантская цифра. А погодите, по этой динамике через 10 дней погибших будет 10-11 тысяч. А через 20 дней по экспоненте еще это может увеличиваться. Ты больше кидаешь, больше погибает. Ты заставляешь их идти в атаку, штурмовать позиции перед Киевом, ВСУ. Убивают больше, погибают больше. И что? 10 тысяч, 20 тысяч. Где этот предел? А потом сколько это можно скрывать? Вы же слышали? Минобороны выступают и говорят, погибших нет, потерь нет. Мы сообщать о цифрах не будем. Вот такие ответы. Ну, это же усугубляет ситуацию. Ну, какой дурак поверит в том, что нападавшая сторона не имеет потерь, людских потерь и, так сказать, имеет ее только защищающаяся Украина. Вот это интересный момент. Поэтому, на самом-то деле, я думаю, вот в случае том, о котором вы говорите, затяжной кампании не будет. Проиграет кто-то один. Либо Украина, либо Путин. Есть ли возможности у Путина, даже выиграв, даже заняв Киев, даже выгнав во Львов Зеленского и его администрацию, удержать ситуацию? Я вообще не представляю, как. 40-миллионное население абсолютно и совершенно, в отличие от Оргло и в отличие от Крыма, нелояльное. Это не просто нелояльное население, которое ропщит, смотрит искосы и так далее. Это население, которое будет воевать. Там раздали море оружия. Да, по официальному оценку то ли 20, то ли 25 тысяч. Но, я думаю, гораздо больше. Сейчас постоянно этот подвоз оружия осуществляется. Территориальные батальоны разбирают его. Оно находится на руках у населения. Там есть какие-то перехлесты чего-то, но это все равно вооруженное население. В пределе, если раздать полмиллиона автоматов, какая армия в состоянии держать в повиновении население вооруженное настолько? Я не представляю, как это можно сделать. Каким образом это можно делать, если каждый день вы будете иметь проблему по ночам. Вас будут обстреливать, вас будут заливать огнем, вас будут подбивать и так далее ваши бронетехники. Поэтому, на самом деле, мне кажется, одна из главных ошибок Путина и самого решения об этой так называемой операции, но и то, что он не думал о том, как все будет потом. Достигнуть военного успеха, залив трупами, залив мясом обороняющую сторону, это он может. А что ты будешь делать с этим населением? Что ты им придешь? Как ты их будешь содержать? Как ты будешь устанавливать дороги? Будешь ли ты платить деньги? А если ты всего этого делать не будешь? С какой-то стати они должны проявлять по отношению к тебе хотя бы какой-то степени спокойствия или лояльности. Почему? Если людям нечего будет есть, негде лечиться, негде работать, это все твоя головная боль, это твоя зона ответственности. Они обороняются тем, что говорят, у нас нет интереса к оккупации Украины. Это ложь, безусловно. Они хотят, но они хотят за счет Украины ее оккупировать, а не за свой счет. Тем более, в такой экономической ситуации, когда доллар будет по 120, а то и по 200. Мы не знаем, как скажутся эти санкции, еще принятые в субботу вечером. Я имею в виду со SWIFT ограничение тех банков, которые попали под санкции. Но уже грядут новые. Понимаете? И как это выдержит российская экономика, учитывая, что ее резервы заморожены в иностранных ценных бумагах, американских прежде всего, почти 400 миллиардов долларов из 650? Ну, я не знаю. Я не знаю. Я, конечно, не буду хвастаться, что я большой экономист. Но, вообще-то говоря, ни одна такая огромная экономика это выдержит. Северная Корея может. Она очень компактная. Там много чего есть и много чего нет. Но российская экономика, такая протяженная страна, одна восьмая часть суши. Как она это может выдержать, я с трудом себе представляю. Она плохо-то выдержала, когда конъюнктура углеводородная была успешная. 100-120 долларов сейчас у нас. Цена на нефть. А как она будет выдержать при ситуации, когда дальше будет только эмбарго? Я, вообще, склонен думать, что дойдет до эмбарго вполне. Почему с Ираном это доходило? Почему с Россией это не может дойти? И я, больно-то, не вижу диверсификации рынков, учитывая позицию Китая. Китай, вообще, амбивалентную позицию занял. Такое абсолютно не дифферентное. Чего вы там? Как вы там? Мы, как бы, не будем ссориться с основными партнерами. Так что я предполагаю, что решающих остается вот до вторника. Слухи ходят, что он поставил Герасимову и Генштабу срок до вторника закончить операцию. Ну, каким-то результатом, да? Если этого не произойдет, то у них вполне понятно, что дальше будет. Мобилизация занимает? Миллион резервистов произойдет из 140 миллионов населения? Да кто же пойдет-то? Да заради чего? Вы чем это, так сказать, поманите перед носом-то? У вас возможностей-то нету. Поэтому я думаю, что надо ждать уже недолго. Надо вот день, два, три и, в общем, картина прояснится окончательно. Да, переговорный процесс, который инициирует сама Москва на границе Белоруссии и Украины, он может продолжить. Они сегодня ни о чем не договорятся, а договорятся о следующих переговорах. Ну, договорятся о следующих переговорах. На них приедет не мединский идиот, а кто-то более серьезный. Вот этим и закончится все. Март Захарович, как вы считаете, вот в случае, я очень надеюсь, что так и будет, неблагоприятного сценария для Путина, именно если украинская армия будет и дальше бить российские войска, сбрасывать их. А может ли произойти ситуация, при которой Путин, например, засыпает в Кремле, а просыпается в Фарусе? Нет, ну, понимаете как? Мы допускаем, что действительно заговор может быть. Мы же говорим, что для заговора есть уже основания. Если раньше их не было, то сейчас они не появились. Как раз война является таким триггером, когда нужно приедать ты туда или ты сюда. Ты под санкцией или ты, так сказать, к Шталфенбергу, понимаете? И перед этим выбором они встанут. Они хотят избежать этого выбора. И военные, и спецслужбы, и олигархи. Они хотят этого выбора избежать. Зачем нам это надо? Мы не хотим ничего не искать. Мы хотим, чтобы все рассосалось само собой. А оно не рассасывается, понимаете? Оно только усугубляется. Вот даже за эти там, не знаю, какие-то дни, с момента, ну, условно говоря, признания ДНР и ЛНР с 22 февраля. Сегодня у нас на дворе 27 заканчивается. За пять дней это другая страна уже Россия, понимаете? И другой мир, и другой Запад уже в своем отношении к России. Вообще все другое. И главное, что это неостановимый поезд, несущий этот самый ад. Потому что по существу все следующие решения, они же по существу ухудшают положение России многократно. Каждое новое решение, которое может быть принято, а резерв их не исчерпаем. Фактически отнятие всех денег олигархов уже об этом заговорили. И эти деньги пойдут в компенсацию Украине за то, что там нанесен этот ущерб дичайший. Миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов. Но это очень хороший Путин. Кто сказал, что он не будет применен? Там есть что отбирать. Вы слушайте, полтора-два триллиона долларов находится на Западе. Денег российского властного класса олигархов, бюрократов, чиновников, силовиков. Они же там все размещены. Путинские деньги там. А на Путину уже наложены санкции. И в Великобритании, и в Канаде, и так далее. И, видимо, этот процесс продолжится. Так что ничем хорошим это им не грозит никому. Поэтому вполне условия для заговора есть. И я думаю, это не будет форос. Я думаю, с высокой степенью вероятности, это будет что-то гораздо более худшее. Марий Захарович, это недавно оказалось, что в Организации Объединенных Наций есть страна, которую, собственно, никто туда не принимал. Она каким-то образом там оказался. Даже в том числе принимает участие на постоянной основе в свете безопасности. Эта страна называется Российская Федерация. Как вы считаете, на фоне агрессии Путина в Украине не стоит ли восстановить справедливость и, скажем, исключить Россию как минимум из Совбеза? Тем более Россия блокирует все резолюции, направленные на прекращение конфликта в Украине. Ну, я знаю эту теорию юридически. То, что СССР, значит, как страна-победительница по уставу ООН, является постоянным членом Совета Безопасности как страна-учредитель ООН. Потому что эти пять стран – Китай, СССР, Великобритания, Франция, США – являются странами антигитлеровской коалиции, победителями в войне. И они учредили ООН. Да, как страны-учредители СССР с 1991 года не существует. Ну, правоприемником может быть Украина. Почему нет? Дело в том, что и Украина, и Белоруссия, и Россия, Российская Федерация, были представлены в ООН. Да. Ну, точнее, была представлена именно Украина и Белоруссия. Да, три голоса. Да, они имели самостоятельные голоса. Это была игра. Это была игра. Нужно было увеличить количество голоса. СССР вот так хитро все устроил. Мало того, я не знаю, в курсе вы или нет, что до середины 70-х годов Китай представил Чанкайшийский Тайвань. Конечно, конечно. И после большого соглашения с Никсоном, да, конечно, было вызвано противостояние с СССР. Мао пошел на этот большой договор. Архитектором его были Киссинджеры и, так сказать, Бжезинский в дальнейшем поддерживал это все. Это было сделано для того, чтобы противостоять Советскому Союзу. И, действительно, официальный Пекин заменил собой в Совете Безопасности в качестве постоянного члена Чанкайшийский Китай, который как раз-таки был учредителем ООН в тот момент. Именно Чанкайшисты, генерал Чанкайши, значит, был в числе победителей во Второй мировой войне, противостоя японскому митериализму и так далее, считал, что именно они. Но, получается, одну страну заменили, то есть это было возможно. Вторая страна, Россия формально является правоприемницей СССР. Она себя объявила, когда СССР распался, и с этим, кстати, согласились большая часть стран, которые состояли в качестве республик, в 15-х было всего республик, Министерство Российской Федерации, внутри СССР. За эту юридическую зацепку, на мой взгляд, не зацепиться, потому что речь, конечно же, не о юридических предлогах. Зацепиться можно за то, что страна в очереди ООН оказалась страной-агрессором. И это нарушает и дух, и букву международного права, вот этих статута документов ООН. И это может являться основанием, выливым основанием исключения России, прекращения ее статуса постоянным членом Совета Безопасности права вето. Самое главное – это право вето, которое обладает Россией как правоприемницей СССР. Здесь у России нет права вето. Право вето часто пользуется Китай, но им все пользуются страны. Америка пользуется по своим вопросам права вето. Но, еще раз повторяю, в постоянном членом Совета Безопасности не может быть страна-агрессор. И такая страна может быть самим ООН признана на Генеральной Ассамблее. И вполне на основании этого решения можно просто взять чемоданчик не бензи, посадить его на самолет, пилком под зад, ехать из Нью-Йорка в родную Москву. И это будет правильным. И я считаю, что если этого нельзя сделать, то тогда зачем этот ООН? Какую роль ООН сейчас сыграл в прекращении или недопущении войны в Украине? Какую? Никакую. Это бесполезный орган. Да и Лига наций в свое время тоже, исключившая СССР из-за войны с Финляндией, из-за финской войны, тоже ведь никакую роль не сыграл. Все эти международные институты всегда были по традиции очень слабыми. И поэтому в этой ситуации пренебречь всеми этими правилами, которые сложились и поддерживают тот же Россию как право президента СССР, можно. В новых условиях в 21 веке почему бы не. А если это не получится, значит надо с этим ООН заканчивать. Потому что это просто смешно. Вот мое мнение. Ну, я думаю, что он последует примеру Международной Федерации Дзюдо. И как сегодня стало известно... Мне одной тоже. ...путина статуса президента этой федерации. Я, кстати, надеюсь, что Путин потеряет статус президентства не только в Международной Федерации Дзюдо в ближайшее время. Марк Захарович, я вам задам последний вопрос. Я знаю, у вас всегда очень мало времени. Да. Вот последний вопрос. Очевидно, что все складывается против Путина. Очевидно, что чем дальше, тем больше и больше вот эта мельница мелет, мелет, мелет. И, по сути, Путина загоняет в угол примерно так же, как он когда-то описывал в своей книге «От первого лица». И это самая страшная позиция. Потому что у человека остается какой-то последний ход. И этот ход может быть самым опасным. Очевидно, что Запад уже принял решение, по сути, списать Путина. И введя санкции, это означает, что все. То есть Путин не рукопожател. Вот скажите мне, на что может пойти Путин в этой ситуации? Ну, лежит ответ на поверхность, раз он угрожает ядерным оружием. То есть это серьезно, это не просто, это серьезно. Понимаете, для него все серьезно, для него лично. Он сам ракету же не может запрещить. Все равно, я повторяю, это круг вопросов, которые решают люди ответственные за войну, за применение ядерного оружия. Сам Путин, если взять его по отдельности, это маленький старичок, 70-летний, который, значит, измотанный весь своим пребыванием у высших кормил власти, который совсем не так здоров, как это, в общем, пытаются представить. Одинокий, глупый в чем-то, в чем-то иезуитски искушенный человечек, время которого прошло безвозвратно. Знаете, я как-то помню, читал статью какую-то в английском издании про Каддафи. Каддафи, который 42 года находился у власти, там, и на восьмом десятке его, собственно, сверли. Его один из последних митингов, где он вышел, значит, своей стеком, значит, его никто не слышал, молодежь кричала, а в среднем возрасте там 20 лет было. Ливия очень молодая была страна, и, в общем, понятно, да, кумулятивным материалом революционным, цветной революцией был молодежь, потому что они не хотели так жить. Это была нефтяная страна, живущая очень бедно, в которой живущие абсолютно архаики, с его этой джамахерии, зеленой книгой, с непонятным, значит, а зачем это все псевдосоциализмом, с диктатурой, с репрессиями, с пюрьмами. А они его просто не понимали. Они не понимали, о чем он говорит, о каких ценностях, ценности его революции, там еще что-то, да. Его эта молодежь уже просто не понимала. Прежде всего, Путин в таком положении, в своем возрасте, в своей вот этой части цикла своей жизни, он находится в полном разладе с новой генерацией, несколькими генерациями, уже поколений, высшими даже уже при нем, родившимися даже уже при нем. Я думаю, что он подошел к моменту, собственно говоря, тупика не только потому, что он действует, исходя из представления 19-го века, 20-го, ну ладно, 20-го, даже последнюю четверть, бог с ним, последнюю половину я имею в виду, а потому что его просто больше не понимают. Никому же он не может объяснить, зачем тебе нужна Украина, зачем нужна ее вооруженная путем захвата, ведь так же ответа и не прозвучало. Марий Гохарович, прошу прощения, есть человек, который понимает Путина, это Владимир Мединский, который возглавляет сейчас делегацию и встречается с украинской делегацией. Мединский, если коротко, вам не смешно? Нет, ну что смешно, Мединский идиот это все знают, он же не историк, вы знаете, с ним историю связанную? Ну там с плагиатом же обнаружили плагиат, потом он же как бы с его диссертацией. Там есть хуже гораздо. Все знают о том, что в период войны Второй мировой был придуман фейк про 28 памфилов. Всех не было этих 28, не было этого сражения у села, не было ничего этого. Это не отменяет героизма, борьбы с фашизмом, дивизии памфилов, все это не отменяет. Но самой этой истории не было. Этот дурак написал книгу, поставил фильм, украл на нем деньги, фильм показал как достоверную историческую картину о том, как политру Кулачков, Кулачков, за нами Москва и так далее. Вы понимаете, ну как бы, что это? Это фальсификация истории, это пренебрежение истории, это зачем это делать? Более того, когда тебя на этом поймали, продолжать упираться там, трясти бумажками из архива, сфальсифицировать. Они их должны выписать, сами придумали, написали, чтобы доказать, что. То есть, и это все обосновывается как раз-таки необходимость патриотического воспитания, духа этого поддержания, войны, победы, всего остального. Это может свидетельствовать не о какой-то там особой пристрастности. Он написал книгу против пьянства. Вы знаете, что он несколько книжек написал, что пьянство – это миф. Это миф, да? Вот он написал, ну это нормальный человек, который идет против исторического облика, традиций, против пресловутых… Он же был министром культуры, если я не ошибаюсь. Да, он был министром культуры и известен массой всяких своих решений. Скажите мне, вот как может такой человек поехать и договариваться о войне и мире, даже будучи советником ритуального Путина? Это же издевка. Путин же специально позвал. Он же не позвал Козака. Почему не позвал Козака? Козак серьезный человек, Козак занимается вопросами Украины. С какого черта послали Лединского? Вот какое-нибудь внятное объяснение есть? Это как бы способ Путина принять капитуляцию Украины посредством идиота, которого послали принять эту капитуляцию. Думая, что ну вот это проконает. А это не проконало. Ему сказать ни в какой гомель, вот на границе будешь встречаться с такими же лейтенантами. Вот и все. Просто переговорный этот процесс начнется только когда Путин встретится с Зеленским. Все остальное несерьезно. Для того, чтобы ставить свои условия, Путин должен победить. Но он же не победил. Нет оснований говорить о том, что он может претендовать на капитуляцию Украины. Нет ничего для этого. Вот и все. Спасибо большое, Марк Захарович. Уважаемые зрители, посмотрите, пожалуйста, 35 минут нашей передачи с Марком Захаровичем. А потом перед сном посмотрите еще 40 минут интервью сегодняшнего Марка Захаровича с Тарасом Березовцом, известным украинским политтехнологом, ведущим телеканала «Прямой». Спасибо большое, Марк Захарович, за это интервью. Да, спасибо, Иван Михайлов. Спасибо.